Продолжение следует... С графиком проведения следующих вебинаров вы можете ознакомиться на нашем сайте. Также вы можете воспользоваться функцией «Запланировать участие» и в этом случае на вашу электронную почту незадолго до мероприятия, а именно за день и за час до него, вам поступит напоминание и ссылка для входа на вебинар. Все материалы, а это презентация и видеозапись занятия размещаются на нашем сайте в день проведения вебинара после 18 часов по московскому времени. Тогда же начинается и рассылка сертификатов на вашу электронную почту. В чате я нахожусь под именем модератора. Пожалуйста, будьте активны, задавайте свои вопросы лектору, а я с удовольствием передаю слово Роману Викторовичу. В Великой Отечественной войне, то есть какие проблемы являются при ее изучении и как нам строить свою подготовку учащихся, дабы они получали максимальную балку к вопросам, связанным с Великой Отечественной войне. Но помимо этого вопроса мы сегодня затронем еще ряд других, потому что они достаточно актуальны. И в плане я их отразил. Первое, что я хочу отразить и посвятить, это итоги единого государственного экзамена, причем я сделал анализ итогов ЕГЭ по базе аналитических отчетов ФИПИ с 2002 по 2018 год. То есть посмотреть, какие вопросы у нас осваивают ученики, а какие они осваивают хуже. По теме Великой Отечественной войны, какие разделы курса вызывают сложности. Естественно, после этого мы поговорим о выявленных вот именно сложных вопросах, о работе с ними. То есть предложим какие-то советы по исправлению ситуации. Ну а далее еще также остановимся на историко-культурном стандарте, где помимо основных дидактических единиц, содержательных тем, расписаны понятия, персональные даты, на которые следует уделить свое внимание и внимание учеников, дабы не терять баллы на экзамене. Также я расскажу о новых пособиях по Великой Отечественной войне и по всеобщей истории. Ну и, конечно, охарактеризую УМК издательство «Легион». То есть не только, конечно, с вопросами войны, хотя там они отражены. Вот как работать с ними. Покажу некоторые из них. Ну и перспективная модель ОГП «Истории» 2020 года. Тоже несколько слов скажу, потому что очень про силие. Ну и, конечно, этот обстоятельный разговор будет у нас продолжен уже в следующем учебном году, потому что ОГЭ, скорее всего, ожидают серьезные изменения в будущем. Ну, собственно, вот о чем я хотел с вами поговорить сегодня. Ну, конечно, основной предмет для разговора мы должны с вами провести по теме Великой Отечественной войны. Начну я с итогов, да, с итогов с 2002 по 2018 год. Собственно, с момента существования единого устарственного экзамена у нас есть достаточно большой объем статистических материалов. И стоит отметить, конечно, что есть одна особенность. Все же результаты мы получаем только тех, кто выбрал ОГЭ. По истории. Пока у нас экзамен по выбору. Вот, хотя в планах у министерства, судьба последним заявлением министра просвещения, что есть ЕГЭ по истории обязательные, но не ранее 2022 года, то и позже, потому что сначала нужно ввести, как это и запланировано, обязательные ЕГЭ по иностранному языку. Но уже впоследствии, может быть, будет и история. Но пока вот нам успокоили, что в течение нескольких ближайших лет историю ожидать не стоит. Итак, что же было в 2002 году? Вот тенденции, они в целом были уже тогда заложены в 2002-2003 году. И они до сих пор подтверждаются из года в год. Вот, например, если речь идет о вопросах о каких-то конкретных событиях, то есть о Сталинградской, о Кузской битве, о крупнейшем танковом сражении, то эти задания выполняются в целом неплохо. То есть основную фактологию, основной ход событий Великой Отечественной войны ученики усваивают в большинстве своем. Но если вопрос касается точных дат, каких-то имен, каких-то названий, связанных с Великой Отечественной войной, то здесь, естественно, результаты гораздо хуже. Например, о сопротивлении Брестской крепости в 1941 году правильно ответили в 2002 году 50%. А снятие блокады Ленинграда тоже около половины. А вот, например, о Первом Союзе в годы войны лишь 30%. О приказе 227 и шагу назад половина. Кстати, приказ 227, он каждый год фактически есть в экзамене, так или иначе. И каждый раз там подобные результаты были получать. В 2003, да, то есть опять же мы смотрим на разницу, да, то есть фактически разница несущественна, да, неплохое знание фактов, относящихся к ходу военных операций. Вот, но второй аспект, помимо выявленного в 2002 году, это, конечно, плохие знания о дипломатических событиях в годы войны. В первую очередь о Ялтинской, Потсдамской конференциях и их решениях. То есть там результаты в среднем хуже. И, конечно же, огромный провал – это военачальники. Ну, это, кстати, не только военачальники по итогам последних годов выявлены, да, что, ну, в принципе, фактология персоналей, да, то есть вот персонали, они усваиваются плохо, и с этим надо делать что-то, потому что, ну, иначе теряются баллы. Самое исключение является, это, конечно же, маршал Жуков. Его, верно, указывали в 2003 году 80% учеников. В целом нужно сказать о том, что если в варианте ответа, да, ну, это, ну, это, ну, не тестовое задание, один из четырех присутствует Жуков, то все его автоматически выбирают, да, то есть не важно что. Это, конечно, плохо, да, то есть сосредоточение на одном с маршалем, пусть и значительную роль сыгравшую в Великой Отечественной войне, но, тем не менее, не только он же действовал. Остальные, да, вот средний балл 24, средний процент был 24, то есть это на уровне простого механического угадывания. Это, конечно, свидетельствует о том, что личностная история, да, во время войны у нас уходит куда-то на второй план, то есть у нас события действуют сами по себе. Ну, в крайнем случае у нас есть еще Сталин и Жуков, да, то есть все остальные, все остальные, они не представляют какой-то значимой истории, для учащихся, и вот это, конечно, играет, ну, определенный негатив, наверное, который нужно преломлять, да, антропологический подход, нужно усилить при изучении войны. Что касаемо дальнейшей, да, истории, я кратко очень охарактеризую, вот я представляю вам диаграммы, да, 2004 по 2012 год, это в таблице два задания, которые в первой части КИН проверяли, именно тема Великой Отечественной войны выявить, что цифры очень достаточно стабильные, хотя к 2012 году они потихонечку растут, хотя если сравнивать, например, с 2011 годом, то там происходит определенный спад. Ну, что стоит отметить? Стоит отметить, что в целом выбивается из ряда 2005 год по знанию основных фактов, процессов и явлений и 2011, да, то есть вот мы видим в 2010 небольшой всплеск, да, и в 2011 год, ну, в 2012 он уже сохранился, но по умению проводить поиск исторических источников, например, по сравнению с 2011 годом, там идет спад. То есть в целом можно сказать, что знания очень стабильны, знания очень стабильны, да, но я вот приведу какие-то примеры, да, то есть на что стоит обратить внимание, да, то есть это опять же решение Ялтинской, например, конференции, да, в 2005 году, это, допустим, у нас итоги 1944 года, да, то есть главный итог, ну, не главные, а основные итоги, то есть вот какие-то такие вещи, вот они учениками проваливались. И стоит сразу отмечу, да, что влияет, мы видим, что в 2006 году влияет, а в 2005 году рост по сравнению с 2004 на произведение фактов, это, конечно, скорее всего, повлияли мероприятия, которые проводились в школе, связанные с юбилеем войны. Если мы посмотрим в 2010 год, то это заметно слабше выражено, ну, потому что там не круглая дата была, да, то есть это не десятилетие, да, то есть очередное пятилетие, вот, но мы видим, отложенный эффект все же сохранился, и он проявился в 2011 году. Но здесь, может быть, связано с тем, что это был в билейный год начала Великой Отечественной войны, то есть здесь, скорее всего, кумулятивно, да, сыграли свои уровни мероприятия, потому что в 2012, например, уже по анализу источников мы видим определенный исход. То есть, ну, это вот что касаемо 2004-2012 годов, да, то есть тема войны в целом неплохо, но, конечно, те же 60% средний результат, мы понимаем, что среди тех, кто выбрал ЕГЭ по истории, да, это, наверное, и совсем достаточный результат. Но что интересно, да, то есть если сравнивать со второй частью, то мы знаем, что в 2006 году было несколько источников во второй части, да, то есть где задания, помните, были А1, А1, А2, А3 еще назывались, часть C, то там тексты по войне выполнялись сравнительно хуже, чем по всем остальным периодам, и мы вот видим, да, что средний результат, например, C1, где внешняя атрибуция источника была, необходимо провевалить ее, если средний результат 44%, то по войне 29%. То же самое мы видим и по проверке контекстных знаний по эпохе, опять же, средний результат был 47% и стал 32%. Да, например, непосредственная работа в источнике, непосредственная работа в источнике, это было раньше C3, сейчас это второе задание к тексту, то есть произведена перенумерация немножко. Мы видим тоже, что показатели были в целом хуже, но не настолько, всего на 5%. А вот по первым двум показателям большая разница. Поэтому, конечно, в тестах войну проверяют, в остальных заданиях стараются минимизировать, потому что иначе не уравновешивается по уровню сложности вариант. Хотя, смотря какие задания. Поэтому, конечно, задания с развернутым ответом мы не застраховываем, что они будут включены в экзамен. Плюс, конечно, не хотелось бы в целом терять эту тему, потому что она крайне важна, то есть и для формирования фатриотизма, и для формирования гражданственности, и других личностных качеств учеников. Поэтому, конечно, какие выводы мы можем сделать? Что в целом задания по Великой Отечественной войне выполняются не так плохо. Например, период 1945 года, из исключения войны, выполняется всегда хуже. Но нельзя сказать, что у нас все хорошо. Потому что можно посмотреть конкретные под темы аспекты и увидеть, что основные этапы сражения в целом выполняются лучше, хотя там с 2006 по 2008, например, в год я взял анализ, там небольшое снижение происходит. Героизм советских людей, тылы в годы войны, то есть есть определенная позитивная динамика. То есть, оно незначительное. Фашистский новый порядок на оккупированных территориях, партизанские движения, ну, тоже был определенный прирост, но в 2008 году там всего было одно задание, поэтому оно не очень показательно. А вот 2006 по 2007 природ был на 3%. Самая хуже осваиваемая тема это антигитлерская коалиция, но мы с вами понимаем, что очень, я тоже прекрасно об этом, мы знаем, поэтому работаем над этим, и результаты потихоньку там улучшились. То есть незначительные колебания свидетельствуют о том, что это в основном как бы практика школьная, обращение внимания на западающие темы, да, там происходит определенный рост, но в целом никаких методических изменений не происходит, и вследствие этого, конечно, и результаты тоже в целом очень стабильны. очень стабильны, поэтому, наверное, чтобы улучшить результаты, нужно как-то изменить методику, да, то есть преподавания некоторых аспектов, потому что те аспекты, которые изучают, то сравнительно неплохо, зачем там иметь что-то, да, если и так результаты пока есть. Что влияет на результаты? Да, я, кстати, сказал, что влияют юбилейные вещи 65-летия, да, или 60-летия войны, но, победы, но стоит отметить, что это не критический фактор, да, то есть он влияет, но незначительно, он достаточно слабо выражен, это свидетельствует на самом деле о том, что внеурочная форма хоть и влияет, и влияет, но, но незначительно, то есть все же основной массив информации ученики получают благодаря школьным урокам истории. Ну, вот, на что хотелось бы обратить внимание, да. Так. В 2014 году, то есть просто пример, чтобы понимать, с чем справляются ученики, с чем не справляются, да. И вопрос был, да, к начальному этапу Великой Отечественной войны относятся. Ну, и четыре варианта ответа. Танковое сражение под Прохоровкой, битва за Днепр, сражение на Зиэловских высотах или оборона Брестской крепости. Справилось с этим заданием 70%. Казалось бы, много, но в реальности мы с вами понимаем, что все сражения, да, они очень, очень значимые были в предложенном варианте, поэтому ошибиться, наверное, сложно. Поэтому, конечно, даже 70% это не так уж и хорошо, наверное. А вот с заданием, где у нас появляются фамилии, справляется меньшинство. Ну, например, в Сталинградской битве героически сражалась 62-я армия под командованием генерала Панфилова, Блюхера, Чуйкова и Лефонзе. И здесь большинство учеников выбирало, естественно, Панфилова. Хотя некоторые выбирали и Блюхер, и Фрунзе, что удивительно, да. Здесь никогда в этих заданиях не ловили разработчики на незнание каких-то деталей, да. То есть никто тут не спрашивал и не давал в качестве вариантов ответа Шумилова, например, да, чтобы учениками точно помнить кто-то 62-й, а кто-то 64-й армия возглавлял. Мы с вами понимаем, что такие вещи проверяют лишь общее знание, контекстной эпохи, поэтому то, что 70% не справился, свидетельствует о том, что персональный ряд, конечно, необходимо обращать на него внимание. Но также, помимо фактов, ученики часто недостаточно внимательно анализируют исторические источники. Они обращают внимание на ключевые слова, но игнорируют общий смысл документа. Вот, допустим, отрывок из воспоминаний маршала Василевского, да, укажите, когда происходили описанные события. 6-го числа развернуло грандиозное сражение, успех нарастал с каждым днем, инициатива бесспорно переходила к нам, неожиданному удару наших войск, особенно северо-западнее и юго-западнее Москвы, произвела шеломяющее впечатление на фашистское командование его войска, что полностью подтверждает правильность выбранного советским командовым момента для перехода в контрнаступление. И здесь многие ученики выбирали на июль 42-го или июль 43-го. Хотя понимание, да, что даже тут упоминания Москвы достаточны для того, чтобы правильно ответить на данный вопрос, что это связано с контрнаступлением под Москвой. Но вот именно ключевые слова, да, что контрнаступление или, допустим, переход стратегической инициативы, да, он запутал учеников, и они просто внимательно читали и понимали текст источника. Вот на это тоже необходимо, конечно, обращать внимание, включать в практику работы и подобные задания, и, ну, в общем, иначе балл теряются. В 2016 году у нас меняется модель экзамена, да, то есть мы видим, что появляется новая модель, она существует в 2016, в 2017 и в 2018 году. И здесь я скажу, что данная модель будет использоваться и в 2019 году, без изменений, где предложено 3 суждения, которые необходимо заполнить, да, то есть заполнить пропуски в 3 суждениях. Дается 6 пропущенных элементов, естественно, из них 3 правильных, 3 неправильных. Как правило, задания формулируются таким образом, чтобы все положения были разнопорядковые, да, то есть где-то нужно вставить фамилию, где-то нужно вставить название местности, где-то нужно год вставить и так далее. То есть апробация заданий, как была в свое время, насколько я знаю, проводилась в Федеральном институте педагогических измерений, и если будут однопорядковые, например, да, то есть понятия, фамилии, допустим, то это задание становится фактически нерешаемым, и поэтому, конечно, для того, чтобы все же оно выполнялось и дифференцировало учеников, оно используется в таком варианте. Хотя, да, я согласен, что, по сути, здесь ученик всего лишь 3 раза выбирает из двух вариантов, да, то есть, ну, что ж, какова же результативность, да? Вот в первый год, когда было предложено такое задание, результативность его выполнения составила 35%, и оно стало одним из самых сложных в тестовой части, ну, по-моему, там культура выполнялась хуже, ну, и ряд других, немножко моделей. И, конечно, был сделан вывод о том, что ученики многие факты войны не знают, вот, но произведена была коррекция, и в 2017 году результативность резко вырастает. Ну, на самом деле, стоит отметить, что результативность вырастает не от того, что ученики стали лучше освободить темы Великой Отечественной войны, а потому что произошло изменение оценивания этого задания, оно стало глупальным, оно стало глупальным, и вместо, да, стало допускать право на ошибку, стало допускать право на ошибку, и, соответственно, мы получили прирост результата, да? То есть, если с 2017 и 2018 года вычесть именно тех, кто получил один балл, посчитать только тех, кто получил два балла, мы, наверное, те же 35, мы, может, чуть больше процентов и получим. Поэтому каких-либо серьезных изменений не происходит. Причем 2018 год показал, что показатель абсолютно был одинаковый с 2017 года, что, ну, тема Великой Отечественной войны, несмотря на простоту модели, от ученика требуется выбрать три раза, да, то есть из двух вариантов, фактически, да, где-то он может знать, а где-то угадать, и у него один балл уже получен. То есть, естественно, это свидетельствует об определенном кризисе исторической подготовки по данной теме. Причем отмечается, что даже те, кто верно выполнил задание 8, то есть по истории Великой Отечественной войны, зачастую проявляют незнание важнейших фактов истории войны при выполнении других заданий, например, связанных с анализом исторической карты или схемы. Такие задания тоже, естественно, встречаются в едином государственном экзамене. Да и в ОГЭ, но в ОГЭ последний год, потому что на следующий год у нас ожидает новая модель через год, да, и там, собственно, происходят определенные изменения, отказ от изучения 20 века, да, 1914 года, то есть теперь у нас война будет только проверяться в ЕГЭ в основном. Что касаемо сложностей, да, и что с этим делать? Ну, причины, понятно, анализировать можно. Причиной основной является нехватка времени, объем фактологии, объем историко-культурного стандарта, в частности, да, которые не очень соответствуют резервам учебного времени. Вопрос ведь не только в объеме дидактических единиц, их может быть много, но для этого должны быть заложены определенные рассчитаны резервы учебного времени, которые можно потратить на освоение данной темы. Потому что, как я уже сказал, надежды на то, что только в неудачной форме могут здесь помочь, они не оправдываются, статистика не свидетельствует об этом. Но какие вопросы следует уделить вниманию более пристально? Это, естественно, на конференции «Большие строки». Это Тегеранской, Ялтинской, Поздамской. Ну, здесь, понятное дело, идет речь о фактологии, то есть о датах проведения, об участниках и, соответственно, решениях. Но результаты, наверное, показывают о том, что, несмотря на то, что мы изучаем эту тему, результаты не самые впечатляющие. Поэтому, наверное, стоит при изучении данной темы как-то перестроить методику. Вполне возможно работать на базе урока практикума. То есть с анализом исторических источников. У нас есть протоколы, стенограммы заседаний, конференциями. Естественно, конечно, здесь потребуются выжимки из них определенные. То есть класс можно разбить на три группы. На представителей советской страны, английской и американской. То есть тянули, соответственно, обсудить, какие позиции были у каждой страны на текеранской конференции и каким решением все же удалось договориться. То есть такая моделированная небольшая дискуссия через работу с источниками дома и, соответственно, потом высказываем их на урок. Потом, естественно, к ялтинской и по-замской конференции. То есть вот если вы проведете такой урок, на самом деле это будет очень неплохо и полезно для формирования представлений по данной теме. Вопрос, конечно же, в часах. То есть где взять на это время? Ну, думаю, что пересход на линейную систему он предоставит определенные резервы. То есть часов станет больше на, по крайней мере, эту тему изучения. В крайнем случае, конечно, подобный совет можно применить к профильным классам, где все же резервов времени больше, чем на базовом уровне десятых классов. Второе, конечно, обратить внимание на фамилии начальника. То есть на их роль. Конечно, здесь могут помочь небольшие сообщения. Здесь могут помочь фильмы, которые можно рекомендовать просматривать ученикам. То есть призыв всегда наполнить историю личностями, очеловечить, в том числе войну. Конечно, обращать внимание нужно на детали военных операций, которые год в год, естественно, ученики проваливают. И здесь, наверное, даже те же Зиеловские высоты, как-то это нужно обращать просто пристальное внимание. Огромной проблемой остается героизм советских людей в годы войны, партизанское движение, проблемы в плане усвоения данного содержания. Здесь, естественно, нужно посмотреть вообще перечень историко-культурного стандарта, те фамилии, которые будут выноситься на проверку, могут выноситься на проверку экзаменов. Не стоит забывать о диалоге культуры в годы войны, хотя новые учебники освещают более пристальные эти вопросы. Роль церкви, например, какие формы культуры были, изменения. Здесь, конечно, можно просто обратиться к новым учебным методичным комплексам разных издательств и этот вопрос восполнить. Ну и отдельный приказ 227, потому что он из года в год демонстрирует потрясающие низкие результаты довольно-таки 40-50%. Сколько бросов не включали, просто изучить очень пристально этот документ, сам текст очень небольшой, историческую обстановку, в какой ситуации он был принят и зачем. Собственно, а так, каркас, конечно, основных событий изучается. То есть здесь проблем у нас не возникает у большинства учеников. Но я бы все же рекомендовал обратиться к историко-культурному стандарту, потому что это основа содержания. Там четыре подраздела, то есть обратите внимание, как названо, первый период войны, то есть с июня 41-го по осень 42-го. Потом и коренной перелом, то есть коренной перелом с осени 42-го по 43-й. Ну и дальше там конкретные дидактические единицы, основные сражения, они в целом раскрыты в учебниках, поэтому специально на них обращать, наверное, не стоит внимания. Вот на что стоит обратить, и мои вопросы, сейчас покажу. Победа СССР в Великой Отечественной войне, окончание Второй мировой войны, то есть ну и третий раздел 44-го по которые освещаются. Что можно взять в ЭКСе? Это естественно посмотреть понятие термин для того, чтобы включить их в учебный процесс. Можно провести небольшую словарную работу, то есть именно по сложным словам, терминам, конечно здесь на это стоит обратить внимание на повторительном общающем уроке, допустим. это и термины, и даты. Потому что хоть мы говорим о том, что мы должны проверять умения, но любые умения формируются, базируются на определенных знаниях. Поэтому знания тоже упускать не стоит. Ну какие здесь термины могут вызвать объективную сложность? Генеральный планост он вызовет сложность при изучении темы начала войны на него не обратили внимания. Ну план Барбароссы Близ Крик без него в принципе не обойдетесь. ГКО, блокада, конференции, Брестская крепость, оккупация партизанская. Вот кстати обратите внимание да по события 44 начала 45 года называется освободительная миссия Красной Армии. То есть хотя здесь могут быть и другие термины использоваться. Перелом войны приказ 27 депортация вот тема депортации часто она уходит хотя на нее обращают внимание и я еще к этому вернусь то есть депортированные народы 43 и 44 года на эту проблематику стоит обратить внимание учеников. Коллабарциализм да то есть возникнет сложность если но вы не произнесете данный термин и не объясните его суть чтобы оно стало на уровне понятия. Власовцы да то есть конец лагеря холокост то есть тематика конечно которую стоит тоже не забыть или лиз то есть насильственное переселение мы уже сказали с депортацией по сути связано хотя здесь немецкое переселение репатриация то есть как на уровне коноперационизма то есть достаточно специфический термин поэтому сложим учащимся на нее стоит обратить внимание второй фронт капитуляция ООН репарации с репарациями обычно сложности не возникает и кукромиксы как дети в культуру вот собственно основные понятия термина которые должны знать ученики по теме Великой Отечественной войны конечно мы понимаем что это минимум в реальности они с вами больше но из тех что здесь есть они точно должны все усвоить а что касается персонали тх7 с 2 да это много что с этим делать мне сложно сказать так вот однозначно но по крайней мере можно воспользоваться перечнем деятелей культуры и общественных деятелей однозначно потому что когда мы рассматриваем деятельность культуру во время войны и идеологию то здесь безграничное о ком можно говорить но вот как нужно мы должны сказать о перечисленных именах причем они действительно выносятся на экзамен это и Ольга Бергольц и Джаниль например в один из годов модели 8 надо было вставить крымско-татарского поэта и офицера организатора выступлений против немцев то есть и многие ученики естественно потеряли на этом баллы то есть вот по крайней мере деятелей культуры их можно взять и деятелей науки потому что тоже деятелем конструктором военной техники там можно до бесконечности изучать но вот у нас есть перечень который стоит обратить внимание вот ну что касаемо государственных военных деятелей да конечно здесь с одной стороны много упоминается военачальников всех их наверное ученики не освоят но помимо Жукова и Касовского хотя бы несколько фамилий они должны все же знать но можно посмотреть именно героев военной на которых следует обратить внимание можно организовать выставку да то есть какой-то информационный плакат да то есть информационные вещи сделать например Клачкова там да пионеров героев например Валя Котик да то есть кто там еще у нас еще кто-то тут есть козей да Маран Козей вот на него тоже ну то есть по крайней мере такой вот персональный ряд он у нас есть да или например уродилов да то есть пулеметчик там участник Сталинградской битвы почему именно он а не кто-то другой я не могу вам сказать но его фамилия все ученики должны освоить ну в общем что с этим делать да вы уже можете понимать да в какой форме это стоит включить по крайней мере да то есть при объяснении технических и события даты я конечно не советую заучивать они должны вплетаться в учебный процесс естественно при изучении соответствующих параграфов конечно на них стоит обратить просто внимание при изложении при изучении то есть на доске написать записать в тетради то есть и проверить усвоение на повторительном общающем уроке да то есть хронологический диктант никто не отменял может быть конечно не стоит запоминать точно до дня хотя тут очень многие датировки да даются до дня что 10 июля 10 сентября 41 Смолинское сражение допустим Курск с 5 июля по 23 августа с моей точки зрения достаточно месяцов если ученик запомнит это уже хорошо но конечно не злоупотребляйте то есть на ЕГЭ никто точной даты прямо до дня спрашивать не будет ну кроме конечно таких освобладающих событий как начало войны окончания войны но общее понимание конечно нужно заложить но это 32 даты если я правильно посчитал я был на конференции не так давно по школьным учебникам и представляли немецкие учебники истории по периоду у них очень интересный принцип изучения учебник был с 33 по 45 история условиях нацистской Германии так вот от немецких школьников требуют вымечить наизусть буквально 5 или 6 может 7 дат то есть есть перечень в рамках масштаба всей страны что по этому периоду надо 7 это на уровне 33 45 у нас разработчики ЭКС требуют от нас 32 только на период Великой Отечественной войны конечно у нас разные подходы к преподаванию разные требования какой более верный мне сложно сказать но мы находимся в тех условиях в которых есть вот что касаемо единого учебника вот здесь сложно сказать конечно мы можем упереться что если он будет единый учебник вопрос всегда свяжется в качестве то есть у нас есть ЭКС да то есть под него можно написать разные учебники разные методические подходы предложить и здесь нужно учитывать что есть разные классы есть разные школы есть разные учителя да поэтому на мой взгляд как бы ужесточить экспертизу да наверное стоит вот но сделать единый учебник я очень боюсь что мы получим самый лучший вариант который победит в этой схватке за единство что касаемо безличности да то есть я согласен проблема есть по одной простой причине что материал учебника он тоже не бесконечен да мы не можем написать 10 томов вот поэтому конечно чтобы осветить все даты все основные понятия вынуждены авторы уменьшать объем написанного да и поэтому зачастую идут перечисления фамилии хотя новые учебники идут здесь как бы немного расширяют ситуация потихоньку исправляется но пока мы находимся в такой ситуации поэтому мы должны что-то делать со своей стороны в издательстве мы подготовили пособие оно выйдет в ноябре то есть оно сейчас в типографии это по специальное пособие по Великой Отечественной войне написано совместно с Романом Юрьевичем Молдаревым это архангельский методист и историк вот он специалист собственно по Великой Отечественной войне и мы предложили сделать такой справочник практику да то есть на базе этого пособия можно успешно сделать элективный курс да то есть предложить ему школьникам там плака материала как раз хватит на целый год по уроку если в неделю изучать оно состоит из 17 параграфов это систематизируется вся информация о событиях Великой Отечественной войне но помимо этого сделан огромный упор на практическую составляющую предложено 5 тематических тестов и один обобщающий для итогового повторения причем каждый тест дан в двух вариантах в двух вариантах и подобное обилие заданий мне кажется нет нигде мы сделали именно в нем плюс подобран специальный иллюстративный материал картографический материал словарь каждому уроку в нем представлен я покажу как это там сделано ну вот собственно о достоинствах 400 тестовых заданий разных типов с выбором ответа одного из четырех мы не отказались от таких заданий они есть их немного но благодаря ним можно проверить очень быстро фактологию насколько знают ученики какие-то вещи когда началась военная операция она завершилась но очень много заданий тематически подобранных на определениях аналогической последовательности на поиск информации в историческом источнике на установление соответствия по работе с карт по работе с иллюстративным материалом ну и так далее и так далее и так далее и 80 заданий с развернутом ответом предполагающих задание 23-24 и сюда же я включил работу с анализом исторических источников где предполагается развивать ответ ко всем заданиям приведены подробные ответы ну чем оно отличается то есть оно отличается понятностью то есть оно очень доступным языком написано это пособие материал Роман Юрьевич теоретически не раз опробировался вот поэтому здесь действительно сделана очень четко понятность для ученика научность да это соответствие историко-культурному стандарту в абсолютном варианте где нужны дискуссии они там разъясняются в чем дискуссионность того или иного вопроса вот есть информативность конечно это тоже текст написан очень познавательно легко и быстро запоминается аналитичность то есть там не просто набор фактов а он все же анализируется да то есть отобранные факты да потому что конечно все военные операции как вы понимаете невозможно расписать наглядность очень много иллюстраций архивные фотографии схемы плакаты это тоже неплохой на мой взгляд вариант практичности да то есть там специально разработана система заданий она позволяет повторить материал проконтролировать уровень усвоения знаний вот как оно выглядит по содержанию вот мы начинаем естественно с подготовки начала второй мировой войны то есть все же не только непосредственно с июня 41 года а уже с 30-х годов как Германия готовилась к войне очень кратко бегло конечно потом естественно начало второй мировой через разгром Польши внешняя политика СССР накануне войны с 39 по 41 год ну и подготовка СССР к войне с Германией какие мероприятия проводились что было сделано то есть опять же базируясь на уровне историко-культурного стандарта и к этому идут задания вы видите то есть в двух вариантах одноуровневых вариантах то есть там типология заданий соблюдается понятное дело проверяются много разных дидактических единиц вот вторая глава это начальный этап войны то есть поражение первой победы это и 41 год начала войны и планы сторон Восточный фронт по направлениям битва за Москву вот ну и заканчиваем весной 42 года потом естественно начинается тест да потом начинается коренной перелом мы его начинаем чуть раньше чем ИКС советует потому что очень сложно оторвать оборону Сталинграда контрнаступление по Сталинграду хотя в учебнике в нашем пособии расписано да то есть когда же все же начинается коренной перелом чтобы не путать и не вступать в противоречие ни с кем вот то есть здесь именно подача материала ну и заканчиваем Пурской битвы форсированные именно брак естественно вот ну опять тематические тесты потом освобождение Европы да то есть 44 ну и начало 45-го года ну кроме Германии и опять к этому заданию но мы сюда включаем еще такой вопрос как ну вот этот 13-м параграфом по обе стороны Лунифронта оккупированной территории советский гитлеровский режим оккупированной территории 10 страниц вот вот идет как бы здесь материал и дальше пятая глава это собственно про разгром Германии окончание войных действий в Европе на Тихом океане ну то есть вторая мировая война как закончилась сюда же мы включим антигитлерскую колесу то есть в один параграф да вся дипломатия Великой Отечественной войны периоды Великой Отечественной они расписаны и конечно же итоги уроки последствия Второй мировой войны то есть даже мюрверские процессы создание ООН то есть все что предусмотрено опять же ИКС и опять идет тематический тест обратите внимание пять тематических тестов по два варианта то есть такого обилия вопросов нет ни в одном справочнике вот и потом идет итоговый тест тесты бывают разные там бывает и 50 тестовых вопросов то есть много то есть разноформатные вот я почему да то есть ученики могут действительно освоить эту тему вот ну как это выглядит странички да то есть мы видим что выделены ключевые там события даты жирным шрифтом да то есть параграф всегда оприцирован на пункты да то есть это тоже удобно пункты небольшие да мы встречаем иллюстративный материал для создания визуального образа и словарь и словарь каждому уроку то есть каждому параграфу да каждому параграфу здесь нужно сказать о том что в тексте те термины которые будут разъясняться да они вам помечены специальным значком ну там подкатыни например да и в словаре действительно будет что такое коты с чем она связана что это событие вот очень небольшое 3-4 строчки да термина всегда разъясняется ну и вот другая страничка опять же я просто для образца да что опять же выделены жирным шрифтом есть плакаты вот много иллюстраций военной техники то есть вот здесь мы добрали очень много и словарь да то есть но словарь это не только термин это еще и имена вот это поэнтонеску в целом икс полностью покрыт вот ну и естественно для того чтобы сохранить логику изложения да некоторые пришлось объяснять термины и понять и персональные дополнительные то есть на это наверное стоит очень интересно обратить внимание да вот как выглядит задание да начинаем мы всегда с работы с документами это исторические источники к ним три вопроса традиционный для ЕГЭ вот потом начинается готовимся к экзамену готовимся к экзамену включает достаточно много вопросов они разноплановые в том числе и работа например с карты да то есть мы видим вот формат единого государственного экзамена вот ну и завершается задание да тестовые рубрика выполняем задание с развернутым ответом ну опять их конечно не так много да то есть задание с развернутым ответом ну потому что вы не успеете разобрать это все ну и дальше начинается второй вариант он абсолютно дублирует структуру да то есть вы видите что например есть задание с иллюстрацией да анализом иллюстрации но вы видите что это сорок восьмой сорок девятый да Задания с картой, с иллюстрацией, они в конце теста стоят, и там встречаются тесты с большим и обилием заданий. Это что касаемо темы Великой Отечественной войны. Что мы можем посоветовать, это расширять образовательное поле учеников. То есть мы на каждую сложность стараемся выпустить посоветую. Так, я сейчас отвечу на вопросы возникшие, то есть вы задавайте их, я померяю, чтобы в конце не скапливать. Да, сборная побед была достигнута тезисным аргументом и фактом. Да, мы в оведении описали, что факты нужны, исправим, что нет факта. Да, мы поле к Матросову, например, допишем. Хотя в региональных комиссиях действительно стараются, чтобы аргумент состоял из двух частей. Это положение и иллюстрирующий факт. Хотя в рекомендациях там есть акцент, что факты могут отдельно засчитываться. То есть если они очевидны сами по себе. Да, согласен, что ответы они здесь очень, как сказать, ориентир. Но вот в пособии по войне там мы сделали очень строго, то есть в соответствии с критериями. Да, если точка зрения дается, то мы старались, чтобы ответ был действительно сложно подчиненным предложением, чтобы не вызывало правды. Что касаемо цветного и иллюстративного сборника по культуре, иллюстрированного. Об этом я скажу, но насчет иллюстрированного, цветного, это очень удорожает печать. Хотя у нас в планах, я думаю, что мы выпустим пособие очень четкое, хорошее, где будут в том числе вопросы по культуре, все основные иллюстрации. Вот, но мне бы хотелось, чтобы издатель, кстати, все же выпустил, пока тут есть определенные проблемы и вопросы, которые не у редакции, а у отдела продвижения они вызывают. А так подготовлены. Так, по сути, по истории подготовка к Олимпиадам. Да, то есть, услышали мы, я передам. Действительно, определенный дефицит пособий по Олимпиадам имеется. В издательстве выпускают в свое время сборники. По обществознанию тоже уже переиздание готовится. По истории, ну, в планах поставим. Так. Ну, Нина Владимировна, я согласен, да, что объем достаточно значителен, да, но я еще раз скажу, что часы увеличились в связи с переходом на историка, на эту тему. Поэтому я надеюсь, что мы получим, да, то есть, есть разговор о том, чтобы 20-й век изучать 10-11 классов на базовом уровне. Вот, что были сделаны, как были поправлены примерные программы, пока непонятно. Но думаю, что тем классам, которые переходят на новые учебники, да, то есть, а пока это 8-й класс, формально все, да, линейки, то я думаю, что мы увидим, что в ближайшей перспективе, может быть, в этом году Министерство примет уже какие-то решения окончательно. Так, вот, фрагмент книги, не скажешь автор, где можно приобрести. Ну, эти фрагменты, это, собственно, вот из учебника, который подготовлен, учебник для ЕГЭ, так называемый, да, но вот он пока тоже готовится к окончательной печати, да, то есть, надеюсь, что в ноябре мы его выпустили. Вот, а пособие было именно вот по войне, да, это тоже выйдет в ноябре. То есть, мы в этом году постараемся действительно серьезно улучшить метод-аппарат для учебной работы. Так, теперь вопрос, который я хотел тоже осветить, это всеобщая история, это практикум, он действительно вышел. Вы можете его найти на сайте издательства, заказать. Вот он выглядит именно таким образом, это рабочая тетрадь. Конечно, вопросы всеобщей истории на экзамене присутствуют, ну, и незначительным вариантом. Мы сами это понимаем, там двух заданий. Но мы постарались сделать пособие с Петром Апанасьевичем Ушаковым. Это больше его труд, на самом деле, чем мой. Но фамилия автора стоит в такой последовательности. То есть, но практикум получился, на мой взгляд, очень хороший. Я рад, что я в нем участвовал. Мы сделали 60 тематических параграфов, ориентируясь на те темы, которые есть в кодификаторе единого государственного экзамена. По всеобщей истории в приложении 1. Ну, то есть, вот те 114 событий мы разделили на 60, на самом деле, тематических параграфов. Потому что, понятное дело, что многие события там указаны из одного большого, ну, как бы из одной темы. И вот у нас получилось 60 таких интересных тем. И мы составили практикум, ориентируясь на новые стандарты. То есть, на новые федеральные государственные образовательные стандарты, предполагающие большую роль работы именно с разнообразными источниками информации. Мы сделали информационные справки каждому событию, да, то есть, и тренировочные задания для повторения, вообще не систематизации изученного материала. С нашей точки зрения данную практику можно использовать на уроках по всеобщей истории, как в старших классах, так и в основной школе. Но в основной школе, конечно, нужно учитывать познавательные возможности учеников, наверное, все задания будут доступны и по себе. Хотя зависит от учеников и классов. Что мы здесь сделали? То есть, это может вас выручить при изучении некоторых тем. То есть, есть какие-то вопросы, которые в учебниках средних веков или нового времени. Мы начинаем именно со средних веков, с падения Западной Римской империи. Собственно, как это и есть в кодификаторе, да, то есть, первое событие, да, то есть, так оно у них там и называется. И здесь, ну вот, например, столетняя война, да, идет, вы видите, информационная небольшая справка, дальше табличка с этапами войны, с действиями сторон и результатами. Мы считаем, что, наверное, все сражения, да, то есть, всю фактологию изучить невозможно. Но общее понимание столетней войны, зачем, то есть, какие этапы там были и кто сыграл главную роль, вот мы представили в такой небольшой информационной справке. И дальше существует система заданий. Это, в первую очередь, работа с картой. То есть, карта тоже является вспомогательным источником информации, потому что все основные сражения, например, да, мы не стали включать в информационную справку, да, но они здесь представлены. Мы не дублируем полностью учебник. Наша задача именно, чтобы на уровне старшей школы ученики бегло повторили тот массив, о котором предполагается, что они должны освоить неплохо. Вот, допустим, мы видим первое задание. Укажите название королевства, обозначенное схеме цифры 3. Ну, это, естественно, цифра 3. Речь идет об Англии, вы видите, да, то есть, ну, достаточно здесь простой задание. А потом, укажите название реки, да, обозначенное схеме двумя цифрами двойкой, да. Река, это, конечно же, сено, да, то есть, потому что, если ученик проследит, Париж находится на этой реке, да, то есть, ну, всем более-менее известно, что сено. То есть, мы работаем из географии, да, то есть, чтобы учеником было представление, да, где проходили телевые события. Укажите название города, выдержившего 200-дневную осаду англичан, которая обозначена схеме цифра 1. Это, конечно, ключевое сражение, извините, ключевое сражение, да, то есть, столетней войны, перелом столетней войны. Это армия, мне, я думаю, это понятно. Дальше идут суждения, анализ суждений. Война стала продолжением борьбы между странами за землю во Франции, действительно так, да. На первом этапе войны французские рыцари оказались неспособны эффективно бороться с английской пехотой и лучниками. Опять же, один из факторов победы англичан на первом этапе войны, почему, собственно, они практически выиграли, да, то есть, первый этап войны, тоже верное суждение. Ну, дальше уже работа с картой, что к 1429 году англичане-бургунцы захватили Атлеан, Альже, Блуа, Тур, Вион. Для этого нужно работать с картой, собственно, ничего больше здесь не требуется, да, посмотреть, где обозначены границы, или обратиться к информационным справкам. Потому что тут, например, война закончилась, капитуляция английской армии в Калэ, да, то есть, понятное дело, что Калэ, ну, не сделано было, да, ну, то есть, она остается, мы знаем, да, что она остается за англичанами, то есть, поэтому не могли там англичане капитулировать. Ну, дальше, в последний период войны решающую роль в подъеме народного духа французской армии сыграла личность Жанна Дарк, это тоже, они не обязаны знать, это есть информационные справки, да, то есть, последняя кампания. То есть, это чисто работа, да, то есть, с теми информационными справками, которые есть. Конечно, мы не предполагаем, что все мы вместим, да, то есть, туда. Ну, война завершилась подписанием мирного договора в Труа. Опять же, обращаем внимание, да, последний там, мирный договор, который подвел в итоге войны, подписан, не было, то есть, четко сказано, да, то есть, опять же, чистый воды анализ суждений. Вот, дальше, изучите схему два текста. Дается диноксистическая схема, и к ней два небольших фрагментика, французское право и английское право, да, то есть, ну, собственно, это для нас, наверное, самое главное, из-за чего началась война, кто как обосновывал свои претензии. В информационной справке кратко об этом есть, но задание само предполагает опять извлечение информации не только из письменного источника, а еще, может быть, и изобразительного, да, то есть, ну, это вот схема. Вот, и тут, как юристы Филиппа 4, 6, извините, обосновывали его право на трон, приведите объяснение, оно и вытекает там, там ничего сложного нет, что саллическая правда не допускала перехода по женской линии. Да, то есть, вот, а кролевство этой земля, да, то есть, опора на саллическую право, или как английские юристы обосновывали право Эдуарда Третьего на трон в Франции. Опять же, здесь акцент делается на английскую правовую систему, вот, что вполне такие ситуации могли быть, да, то есть, что Эдуард Третий имеет в соответствии с английскими законами право, логикой претензии, да. Ну, и почему война между Англией и Францией была неизбежна, да, то есть, опять же, это уже конформационные справки. То есть, ответы, да, то есть, мы видим, как можно записать, и мы постарались акцентировать внимание на историю России, да, что происходило в этот период, да, чтобы складывалось вот это параллельное понимание, что схожие процессы. Да, это не по каждому паранов, и, понятное дело, мы, вот, здесь я не могу сказать, что это нам удалось сделать, но, например, какой процесс в истории России в 15 веке прошел и совпадал с третьим, четвертым этапом столетней войны, да, то есть, это династическая война. Раньше писали феодальные, сейчас стараются династическую написать. Дайте, изучите схему, дайте название, завершите заполнение схемы, да, то есть, вставьте вот, там, всех родственников, сыновей и внуков Дмитрия Донского, да. Да, собственно, вот, что мы предлагаем в качестве такой альтернативы, это не самый большой параграф, вот, ну, и не самый маленький, но такой обычный параграф, ну, вот, покажу маленький параграф, да, ответы даны, я хочу сказать, на каждый параграф в конце, то есть, даны ответы, чтобы учитель не сомневался, потому что я действительно согласен, что там бывают сложности с пониманием, вот, и не все всегда сам узнаешь, да, то есть, надо иногда искать, да, то есть, поэтому тут все есть для обострения работы. Ну, вот, мы стараемся, чтобы столетнюю войну, вы можете, да, наявить темы, ну, помимо, естественно, заданий 6 и 7, потому что история 7 не изучалась, например, дать в 6 классе, да, вот, какое-то задание, может быть, какую-то карту, да, то есть, ну, то, что ученикам может быть очень интересным. Или, например, вот небольшой, буквально два разворота, ну, то, что сам факт небольшой, создание Тройственного Союза и Антанты, да, то есть, опять идет информационная справка, что такое Тройственный Союз, что такое Антанты, как они складывались, и дается карта, схема, собственно, с обозначениями годов, какая страна, в какой Союз, когда с кем заключала, да, то есть, ну, то есть, для того, чтобы понимать текст, надо его еще визуализировать. Мы постарались, вот, сделать так, чтобы это располагалось, ну, по крайней мере, в одном развороте, и плюс мы включаем систему заданий. Система заданий, вы видите, это работа и с иллюстрациями, да, какой из рисунков иллюстрирует создание Тройственного Союза, какой образование Антанты, какое иллюстрирует, событие мировой истории иллюстрирует оставшийся рисунок. Вы основные свои мнения и приведите по-другому. Ну, есть место для записи ответа. И также мы видим, соотнесите изображение с номером цитаты и с именем, да, то есть, вот, ну, опять же, здесь даны все ответы, косвенные подсказки, вот, поэтому очень, на мой взгляд, интересный вариант работы с подобными заданиями, да, то есть, мы практически каждому параграфу подобрали КААП, да, то есть, и создали вот такую систему заданий. То есть, мы не ориентировались непосредственно только на единый государственный экзамен. Наша задача именно, чтобы это было учебным пособием таким, который будет нам, на наш взгляд, востребованным. Там есть, вот, помимо 60 тематических параграфов, второй раздел, это уже непосредственно ориентированный на ЕГЭ, это задание 1 и 11, где все, достаточно много заданий позволяет еще раз закрепить, проверить, насколько усвоены прочные знания по всей общей истории в форматах тех заданий, которые используют ЕГЭ. Вот, собственно, для учебных целей мы создали такую вот практику. Надеюсь, он будет, окажется востребованным, вот, ну, по крайней мере, да, в старших классах на все время не хватает, да, то есть, можно использовать его, то есть, отказаться, например, от учебников, да, то есть, потому что ученики их редко читают, особенно по всей общей истории. Вот, а в один старший класс можно, например, работать с такими информационными, с рамками познавательных заданий. Вот, что касаемо ОМК издательства «Легион», да, здесь мы видим, что есть тематический тренинг, вот он большой, вышел, да, то есть, вот такая книжка. Здесь очень много собрано заданий, более около 900, да, по типам, да, по хронологии. Хронологически здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть разделов, и внутри каждого из них выделены задания по типам проверяемого мнения непосредственно на ЕГЭ. Удобно отрабатывать задания не только в 11 классе, но и в 10, да, то есть, это позволяет увидеть те недостатки, которые есть учеников, и ликвидировать их в работе. Дальше я могу посоветовать, естественно, тематические задания базового и повышенного уровня сложности, вышедшие летом, они не перекликаются, то есть, содержание там разное. Но вот второе, по сути, рассчитано тоже на тестовую часть, там по типам заданий, но они в целом расставлены в хронологической последовательности, поэтому удобно подбирать задания для контрольных работ и тематических каких-то вещей. Если тип заданий западает у ученика, то есть, можно дать ему подборку заданий, и он уже отрешает и сформирует определенные умения. Вот, собственно, два наших пособия по тестовой части, непосредственно, которые сами. Дальше, по заданиям 13 и 19 у нас выпущены отдельные пособия. По карте это картографический практикум, картографический практикум с Петром Апаначем Шарковым, да, мы вот сделали. Это такая большая книжка достаточно, белая бумага, и каждая карта, да, на развороте, да, то есть, буквально абсолютно, да, каждая, восстание антикарлистов, да, то есть, и система заданий, конечно, форматейка. Есть место для записи ответов, если вам нужны дополнительные сведения, факты какие-то, да, ученику, он может проработать это. По некоторым событиям есть несколько карт, например, Крымская война, Русско-Турецкая война. Мне кажется, мы подобрали практически все события, вот, и еще абсолютно разнообразные задания, поэтому, конечно, ключевые вещи вы можете там посмотреть. В новом издании 125 карт, вот, это очень солидно. Они все расставлены в хронологической последовательности, то есть, периодически вы можете использовать, да, то есть, и действительно, работа с хронологией с такой слепой картой, можно так сказать, потому что там, по сути, очень мало обозначений, да, и много всяких вот значков, которые цифрами обозначены, чтобы ученик действительно работал не только с атласами, не только с контурными картами, но и с заданиями в большей формате единого государственного экзамена, вот, это позволяет отработать. Также по иллюстративному практику, да, выпущен, но цветной на экзамене будет черно-белый, поэтому вот у нас цветной, ой, черно-белый, да, то есть не цветной, он построен в двух частях. Первая часть, первых параграф учебных заданий вы видите, да, то есть, оно идет, мы постараемся аналогически, помимо заданий в формате ЕГЭ идет информационная справочка. Там разъясняются, какие изображения, что на них изображено. Вот, мы не только ориентируемся на культуру, но и на исторические события, поэтому с помощью практики можно повторить какие-то вещи. Вот, именно повторить, я говорю, не изучить, а повторить. Вот, и второй параграф, это уже без информационных справок, да, то есть, ну, например, да, вы видите, вот, сначала у нас информационная справка, да, то есть, кто изображен, вот, 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 так, и второй параграф, это уже, тоже фрагнологии мы расставили, задания, они идут просто в формате ЕГЭ, уже после отработки информационных справок, уже больше мы проверяем именно в формате ЕГЭ в государственных странах. Так, ну, что я могу? И третий там параграф, это поработать с иллюстрацией, задания такие творческие, больше олимпиадного уровня, вот, ну, например, соотносить там символы эпохи, критерии, да, то есть, вот, с картой, да, вот, с такого вот формата, но это действительно олимпиадные, это там 15 заданий для того, чтобы форматы, кто готовится к олимпиадам высокого уровня, потренировать. Но, в целом, два первых параграфа, вот, это работают, создали, работают ученики вполне много, да, учебный и контрольный. Вот, ну, для культуры, конечно, есть еще пособие «История развития российской культуры», здесь есть и теория, и практика, да, то есть, теория и практика. Тоже можно посмотреть, использовать в своей работе, вот, то есть, весь метод минимум, который есть на ЕГЭ, он оторожен в этом пособии о культуре. Так, ну, по второй части, да, то есть, по аналогу исторического источника и тематические задания высокого уровня сложности, да, то есть, ну, именно как задание вы можете использовать, да, то есть, особенность источник, да, то есть, вы можете его использовать не только для подготовки к экзамену, но и в учебной работе, да, то есть, давая тексты, подбирая к тому или иному уроку, потому что это действительно тот требованный стандарт, который от нас произойдет, требуется научить работать с историческими источниками. Что касаемо тематических заданий высокого уровня сложности, то можете забрать задания, некоторые задания в качестве таких проблемных, да, для урока, можно использовать неповторительно в общающих уроках, то есть, опять, не обязательно зацикливаться на едином государственном экзамене. Можно включать в учебную практику и работы с 7-м классом, и 8-м классом, да, то есть, вот, им, ученикам, мне совершенно не обязательно знать, что это для ЕГЭ. По историческому сочинению отдельная книжечка выпущена, да, то есть, это с Ольгой Георгией-Наверязкиной писать, создана система специальных заданий, там, работа с черновиками, работа с заполнением табличек, специальных форм, да, то есть, и потом они уже пишут сочинения сами, в конце. Можно еще, там есть задания по оценке других работ, да, то есть, можно посмотреть их. Ну, и заканчивается это примерами, ну, таких более-менее правильных сочинений, как ориентация, на что нужно, что нужно на экзамене. Вот, ну, с ними тоже можно, кстати, работать, как в учебном примере. Ну, в общем, посмотрите, это очень небольшая книжка такая, да, то есть, тетрадь для работы с историческим сочинением. Дополнительно можно посоветовать 130 исторических личностей, такой справочник биографий, там есть все персоналии, в начале идет 800 персоналей, которые есть в ЭКСе, с очень краткой биографией, по три строчки по хронологическому принципу. А вот дальше, собственно, у нас с вами 130 личностей основных раскрыты. И там некоторые ученики могут брать их для критерия К2, то есть, роли конкретных действий, там очень хорошо прописано. Некоторые берут для повторения всего курса, даже через биографию императоров, это очень хорошо можно сделать. Плюс, конечно, берут для эссе по общества знаниями и сочинениями, для аргументации. То есть, разноплановым берут. Я даже иногда не догадываюсь, какие форматы там используют. Вот вышло пособие у нас, 30 вариантов ЕГЭ до 2019 года. Советую посмотреть. 30 вариантов по актуальной версии, демо-версии 2019 года. Оно полностью соответствует материалу МФИПИ в этом отношении. Да, варианты новые. Мы не дублируем прошлогоднюю книгу, переписываемую полностью. Вот. Варианты... Постарались в этом году сделать одноуровневый такой сборник, по-моему, сложности в целом. Надеюсь, получилось. Варианты обычно говорят, что сложнее, чем на ЕГЭ, немного, да. Ну, их тяжело в улучении, легко упорим, да. Потом на ЕГЭ обычно, кто превышал все эти 30 вариантов, они выходят, понимают, что сложностей непосредственно на ЕГЭ больших не произошло. Вот, да. То есть, вот могу посоветовать 30-ти вариантов. Выше можете использовать в качестве мониторинга храма. Вот. Ну, справочная литература, это справочник Краморова, большой справочник, как дополнение к учебнику. В кармане справочник, это больше, конечно, для учебника такая беглая, основные даты, да, там, понятия и так далее. Вот. По ГЭ та же самая система. У нас есть тем-тренинг и основной пособие с вариантами. Тем-тренинг включает 8 хронологических разделов и внутри каждого 11 разделов, да, то есть по проверяемым умениям. В целом он позволяет отработать все умения, которые необходимы для написания основного государственного экзамена и плюс повторить основной материал, да, увидеть, по крайней мере, где пробелы и обратиться к соответствующим учебникам, разделам, да, то есть повторить материал. То есть пока вы проходите 20-й год, можете использовать задания, да, на элективных курсах, вот, для основного повторения каких-то более древних периодов. Вот. Что касаемо 30 тренировок, обычных вариантов тоже по ОГЭ вышли, причем книжка содержит 30 вариантов, которые разбиты на две части. 20 вариантов по модели для концентрической системы преподавания и 10 вариантов уже по новой модели Демо-2 для тех, кто перешел на линейную систему преподавания. Мы знаем, в прошлый раз я на вебинаре говорил, что на сайте ФИП представлены две модели, и вот по этим двум моделям сделано пособие. Сделано пособие, поэтому, вот, кстати говоря, те, кто будут по концентрической все сдавать, могут использовать модели и линейные, потому что с них, собственно, надо и начинать, потому что там с дубляж тиков заданий, в принципе, там никакой особой разницы нет, но пока они лучше 20-е, да, можно вполне в сентябре-октябре использовать в ноябре материалы, вот именно Демо-2, да, то есть до 1914 года, а уже, конечно, во втором полугодии давать уже варианты из первой модели. Ну, это те, кто пишет концентрическую модель. Для линейной, конечно, это в первую очередь 10 вариантов этой модели, ну, можно выбрать, использовать задания из первых 20 вариантов, где не 20, ну, выбирайте там, где не 20-го. Ответы на хронологические таблички, списки правителей, даты тоже приведены. И несколько слов в конце, да, меня очень просили, что на сайте FIP выставлен проект демо 2020, я бы сказал, да, то есть то, что перспективная модель контроля измерительных материалов, то есть в этом году, естественно, она использовать не будет. То есть будет модели, две, и так, новации. Вот, то, что в УГ, в связи с тем, что школьники, которые учились по стандарту в ГОС, дошли до 9, ну, они сейчас в 8 классе, вот в следующем году, в период 9, соответственно, их аттестовывать нужно будет по новой модели экзамена с акцентом на проверку умений. И мы видим, да, что происходит именно проверка не только знаний, но и умений у компонента, да, мы видим, что первое задание хронологическое. Причем задания частично перекликаются с единого государственным экзаменом, ну, по одной простой причине, да, они готовят их к нему. Плюс хочу обратить внимание, что все же уже 9 класс со следующего года будет только проверяться материалом в 1914 году. Это очень важно. Это уменьшается содержательный объем, но, с другой стороны, конечно, требования к 9 классникам возрастают, не только по истории, там по всем предметам меняются модели, поэтому не думайте, что только история такая вот сложная становится, хотя да, требования возрастают, в том взгляд. Первое задание хронологическое, надо отнести события с годами. Второе задание на работу с понятиями, надо написать термин, о котором идет речь. Вот. Третье задание, вот новое, да, надо тезис и факт, да, то есть, ну, это как бы для аргументации точки зрения, который будет непосредственно потом егать, да, что, например, при Иване IV в России вела активную внешнюю политику восточном направлении. Это тезис или факт? Вот. Ну, это тезис, да, какой иллюстрирует факт, что русские войска взяли Казань. Задание не самое сложное, да, то есть, его можно вполне научиться делать, да, то есть, я думаю, что с этим проблем не возникнет. Четвертое задание – это по работе с эстетическим источником информации, оно без изменений, оно и сейчас есть в работе, оно простое, то есть, вы видите, стараемся все же, чтобы первая часть была не сверхсложной. Дальше. Работа с картой. Ну, понятное дело, тут от карты зависит, ну, все же будут, кажется, главных событий, да, и к ним три вопроса. В двух вопросах необходимо написать, там, век, командующие войска, ну, что-нибудь, какие-то факты, то есть, ученику не выбрать, а самому вспомнить и написать, это сложно, особенно в девятых классах. А дальше работа с источником. Дается небольшой фрагмент и спрашивается, да, то есть, напишите цифру, да, которая отражается на карте. Ну, вот, собственно, что по карте. Работа с изображением. Здесь просто выберите один ответ из четырех, да, и рассмотрим внимательно изображение. Вот. Девятое задание – это пропуск в схеме, в табличке. То, та же модель сейчас присутствует. А вот задания 10 и 11 посвящены культуре. Причем, вы посмотрите, да, дается три в назывном варианте, да, культурных составляющих. Например, произведения какие-нибудь. И четыре-пять будут изображения. То есть, смешанный такой вариант. И дальше, какие из приведенных памятников культуры были созданы в 16 веке. Вот, здесь, понятно, ответ идет о истории о великом князе Московском, Курского, да, и под цифрой пять у нас собор Василия Блаженова, что действительно оба памятника созданы в 16 веке. Вот. Ну, и создателем какого из приведенных памятников культуры является митрополит Таварион. Здесь это записать цифру, да, то есть, одно из пяти. Ну, поскольку ученики, скорее всего, архитектурные объекты исключат, потому что уже они понимают, что митрополит вряд ли мог что-то строить, да, вот написать ему указан. Ну, вот, собственно, слово о законе благодати здесь один ответ. То есть, вот, проверка будет и объектов культуры. То есть, от этого никуда не деда. Вот. Дальше будет блок по всеобщей истории, но небольшой, на уровне простых цифр, да, то есть дается 4 события, и дальше работа идет, да, 3 вопроса формулируется. Там, участник, ну, как, какого из перечисленных событий и процессов был Лютера, да, укажите порядковый номер, да, то есть просто записать, что это информация в Германии, цифра 3. В ходе какого из перечисленных событий и процессов происходит осада Орлеана. Мы не сегодня об этом уже говорили, поэтому вот здесь, наверное, использовать в учебной практике в основной школе можно и наше пособие по всеобщей истории. Ну, здесь, понятное дело, что это столетняя война, и дальше работа с источником, да, то есть опять запишите порядковый номер из этих четырех событий. То есть, небольшой объем, конечно, всеобщей истории, но присутствует. А дальше вторая часть с развернутыми ответами. Исторические источники, к нему три вопроса. Вопросы попроще, чем ЕГЭ, да, то есть источники будут поменьше, попроще, попонятней, по ключевым событиям, скорее всего, и по два вопроса, да, то есть, ну, собственно, за каждый ответ дается балл, да, то есть. Вот, ну, тот же самый принцип. Внешняя атрибуция, извлечение информации непосредственно из источника и контекстные знания. Вот, три вопроса. Ну, то есть, вот такая плавная подготовка. Задание 18. От ученика требуется назвать, что является причиной проведения, там, великих реформ 1860-х, 1870-х годов. И четыре варианта ответа ему дается. Он, это как тестовое задание, по сути, да, то есть, но он пишет, что является источник своей причины. А дальше он объясняет, как данное положение связано с проведением реформы. Ну, то есть, вот один балл дается за сам факт правильного написания событий, остальные баллы там дают за объяснение. То есть, ну, не самый сложный формат, да, но все же уже развеют ответы. Задание 19. Дается небольшой текст. В нем две ошибки. Их нужно исправить. То есть, с одной стороны, выписать фрагмент текста, да, во втором столбце, исправить эту ошибку. То есть, если человек, ученик напишет сами положения с ошибками, да, это тоже уже как-то там положительно оценивается. Но по критерии мы поговорим с вами в следующем учебном году, потому что уже будет окончательная после обсуждения и доработки общественная версия, вот, и мы там уже будем более понимать ситуацию. Издательство не оставит, конечно, вас, подготовит пособие, да, то есть, уже ориентируясь на данную версию, тематический тренинг, интернет-теориатник. Вот. Ну, текст плохо виден, я согласен, но зайдите на сайт ФИПИ и там скачайте прямо вот это обсуждение, вот, для обсуждения, да, материалы. То есть, они там выложены как отдельной новостью. То есть, лучше качество я, к сожалению, они не могу сделать. Так, 20-е, 21-е задания, они без изменений, они есть и сейчас в основном государственном экзамене. Вот, во второй части это задание на нахождение общего и различия. Вот. 21-е это задание, анализ задачки, да, то есть, там какое-то условие, и к нему три вопроса формулируется, и, собственно, каждый ответ дает забаву. Задание 22, это будет вместо плана, да, который вызывает объективную сложность у учеников, будет написание сочинения. Три периода дается, ну, вернее, три подборки слов, и, используя все эти слова, нужно сделать связанный текст. Ну, можно не все термины использовать, да, то есть, она просто будет меньше баллов. Ну, в общем, вот, что будет предполагаться в ОГЭ не в этом году учебном, да, не в 19-м, а только лишь с 20-го. Ну, опять, это пока обсуждение, да, но мы понимаем, что работа будет сильно меняться. И по ВПР, да, напомню, уважаемые коллеги, что ВПР в 5-6 классах будет проведена в апреле-майе 19-го года, она обязательно по заявлению у нас собрана на двору, поэтому можете посмотреть пособие. Ольга Александровича Мишок для 5-го класса 15 вариантов, да, то есть, написала. И у нас есть для 6-го, совместно с Ириной Владимирович Крутовой и волгоградские методисты. Причем по 6-му классу сделано в тематическом варианте, то есть, там 4 хронологических раздела, и для каждого раздела 3 варианта, да, подготовлены одинаково, ну, полностью соответствуют типологике ВПР. А последний, пятый, это обобщающий такой вариант, то есть, ну, уже непосредственно в мае перед работой, ну, чтобы показать ученикам, что их ожидает. Наша задача была по 6-му классу сделать таким образом, чтобы целенаправленно не дотаскивать, да, а просто проводить форму контроля, да, то есть по главу учебника форматов основного ВПР, да, то есть, и поэтому, конечно, мы стараемся, чтобы не было натаскивания, не было просто именно, мы провели контроль, дети постепенно привыкали к форматам заданий, ничего для них критического не было, мы бы не тратили время, да, на разбор заданий именно, да, то есть, вот, собственно, что я хотел по этой работе, по ВПРам сказать. Седьмой, восьмой класс пока нет, мы ожидаем, как появятся демо-версии, да, хотя заявлено, что седьмой, восьмой класс будет и по истории, и по обществознанию, и здесь нужно учитывать, что пока это в этом году добровольно, в девятнадцатом, в двадцатом Рособорнадзор заявил, что работа будет тоже обязательно, как и в пятых-шестых классах. Вот, ну, собственно, основные книги, которые у нас есть, да, то есть, что мы стараемся сделать, вот, если есть запросы, ну, вот, по импереду я увидел, модератор нам подает информацию, да, обратите внимание, что есть промо-код, его можно использовать до второго ноября, до десяти ну иной, вы получите тридцать процентов скидку на все пособия по всем предметам, не только по истории, по обществознанию, по другим предметам, если у вас есть коллеги, пожалуйста, можете предоставить им скидку, ну, то есть, вот, пожалуйста, никто вас не ограничивает в этом. И если есть вопросы, предложения, какие-то следующие вебинары, да, вам нужны, обращайтесь, мы постараемся сделать, ну, если есть предложения, жалобы, да, то есть, пишите на сайт издательства, либо непосредственно на мой, на мою почту. Вроде бы я ответил на все вопросы, которые возникли по ходу, поэтому я с вами попрощаюсь, коллеги, я надеюсь, что вы каникулы проведете хорошо оставшиеся, да, то есть, несколько дней, вот, с новыми силами будете работать во второй четверти. Ну, а у тех, кого модульные каникулы, их ожидает в ноябре, вам сил, вот, ну, и всем-всем большое здоровье, спасибо за то, что принимали участие в сегодняшнем вебинаре, надеюсь, информация была вам полезна. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok